Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM В эфире «Особое». У микрофона Владимир Сметанин. Микрофон имеется и перед человеком, который сегодня будет свое особое мнение высказывать. Это депутат Кировской городской думы Алексей Кузьмин. Алексей, добрый день. Добрый день. Я напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, с помощью специальной формы вы можете задать свой вопрос гостю особого. Начну со своих вопросов, пытаясь актуализировать нашу беседу. Хочу в первую очередь спросить вас, Алексей, о тех антикоррупционных акциях, которые накануне, в воскресенье 26 марта, прошли по всей стране. Как известно, в Москве есть много задержанных за участие в этой акции. Как проходила у нас эта акция? В нашем городе имею в виду, я с уже по многочисленным материалам, которые уже на интернет-страницах появились. Там какой-то идет сейчас спор, сколько же реально пришло человек. Но в этом ли суть? Надо спорить, сколько пришло. Мало, мало пришло, много пришло. И вообще смысл в проведении таких акций вы видите? Во-первых, действительно по всей стране прокатилась волна протестных митингов, акций, демонстраций. В них приняло участие несколько тысяч человек. И уже исходя из этого, можно сделать вывод о том, что определенная часть населения высказывает свою точку зрения. И это точка зрения явно негативного характера против действия властей, против действия правительства, а именно против якобы коррупционных фактов в рядах правительства Российской Федерации и лично Дмитрия Анатольевича Медведева. Мне кажется, в этой ситуации говорить о численности участников этих акций и митингов прежде всего не стоит. Прежде всего надо акцентировать внимание на том, с каким посылом выходили люди, что они пытались донести до публики, до остальных горожан, которые не принимали участие в этих митингах, и что они хотели донести до власти, какие лозунги и посылы. Так вот, лозунги-то были прямые, провокационные и антикоррупционные. И вот об этом надо больше говорить о том, что некая группа людей, мы знаем о том, что вот господин Навальный и его фонд по борьбе с коррупцией выложил в сеть некий ролик о том, что у Медведева есть какая-либо собственность, какие-то активы. Такой практически полноценный фильм, 50-минутный. Вы, кстати, посмотрели? Да, я смотрел этот ролик. И хочу сказать о том, что надо обсуждать не так, как это делает, например, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он говорит о том, что мы не будем обращать внимание и разглядывать ролики уголовника и преступника, имея в виду, естественно, Навального. Песков сказал, что это фантазии осужденного гражданина. Мне кажется, что Кремль должен был оттолкнуться от того, что объяснить действительно правдивая здесь информация в этом видеоролике или неправдивая. Если неправдивая, то сделать какие-то заявления, определенные документы предоставить о том, что действительно по выписке ЕГРП нет собственности за Дмитрием Анатольевичем и так далее. Понятно, что есть элемент секретной информации, все-таки второе лицо в государстве формально, поэтому все активы, может быть, и секретно показывать. Но еще раз повторяю, что здесь надо сделать акцент на лозунгах и посылах, а не на количестве участников. То есть вас позиция федеральной власти тут абсолютно не устраивает. Вот все, фильма не было, это все фантазии, это все домыслы, и мы не будем опускаться до того, что будем какое-то расследование проводить. Конечно, в европейских странах при таких громких коррупционных обвинениях правительство или члены кабинета как минимум должны защитить себя, оправдать свое честь и достоинство. А в данном случае была глухая тишина, и вот, мне кажется, именно эта глухая тишина и сподвигла людей выйти тысячами на улицы и заявить свою позицию. Тут еще удивляет то, что, да, действительно, о важности и актуальности этого вопроса, если суммировать количество просмотров в интернете этого фильма. Несколько десятков миллионов. Там практически каждый десятый, каждый восьмой, наверное, россиянин могут посмотреть, да, исходя из такого количества. И, наверное, все-таки власть, да, должна какой-то адекватный комментарий по этому поводу давать. Возможно, вполне, и даже с большой долей вероятности, можно говорить о том, что подобные акции у нас будут еще проходить, да? Я не знаю, это зависит, во-первых, от сложившейся ситуации, как поведет сейчас себя представители власти, будут ли они защищать свою точку зрения, либо все сойдет на то, что опять будет применена сила, репрессивные методы против организаторов, зачинщиков этих акций и мероприятий. Ну, если все будет продолжаться в том же духе, то, мне кажется, протестные мероприятия будут продолжаться. И неважно, кто их будет организовывать. Мы не говорим о том, что господин Навальный или его окружение – это главная оппозиция и главная протестная сила в стране. Есть и парламентская оппозиция, у которой точно так же есть мощный и людской ресурс, и возможности, и потенциал. И если представители парламентской оппозиции будут считать нужным выводить своих сторонников на митинги, будь то они антикоррупционные или связанные с предстоящими выборами, то, мне кажется, оппозиция еще даст о себе знать. Слушайте, а вот системная так называемая оппозиция – это парламентские партии, в том числе «Справедливая Россия», которую вы представляете в Городской Думе. Интересно, будут ли эти партии использовать вот такой антикоррупционный лозунг-то? Пока еще не ясно? Или ясно? То есть, вот смотрите в действующей власти, вот там есть сведения, что есть коррупционеры. Задача любой предвыборной кампании во время избирательного процесса – это сформировать актуальную повестку дня и на основе этой повестки дня сделать свои предложения. Ну так куда уж актуальнее. Антикоррупционная тема, она безумно актуальна, причем для любой парламентской партии, будь то даже «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия». Любая из этих партий может заявить о так называемой борьбе с коррупцией и предложить борьбу с коррупцией в качестве главной в своей предвыборной программе. Если партии почитают нужным, что на этом надо сделать акцент и необходимо провести какие-либо мероприятия, в том числе акции и демонстрации, и в том числе протестного характера, то, еще раз повторяю, партии могут дать о себе знать. Тем более год этот предвыборный. Еще хочу, чтобы вы сегодняшнюю акцию прокомментировали. Сегодня по всей стране акции и протесты проводят грузоперевозчики. И такое мероприятие проходит и в нашем городе. Мы связывались с нашей коллегой Мария Кожевникова, и примерно час назад она как раз-таки участвует в освещении этого события. И она рассказала в нашем эфире о том, что довольно большое количество грузоперевозчиков сегодня собралось, они проехали по городу. Но вкратце скажу, что в середине апреля планируется повышение на 25% в рамках системы Платона, этого самого тарифа. Перевозчики считают, что это вот такая брошенная им кость, что потом будет еще и еще, и все равно власти страны добьются того, чтобы платили по максимуму. Дальнобойщики, ваш комментарий по поводу сегодняшнего мероприятия. Это действительно сила, которая способна изменить ситуацию и такие более выгодные для себя условия выиграть. Я бы хотел привести пример, что касается системы Платон и вот этого злосчастного тарифа, который вынуждены платить перевозчики, владельцы транспортных компаний. Я сам занимаюсь бизнесом, и часто приходится перевозить грузы и товары транспортными компаниями. Так вот, после введения вот этой системы Платона и взимания дополнительных плат и пошлин, расходы на транспортную логистику в нашей компании увеличились более чем на 30%. На треть? Более чем на треть, я на полном серьезе говорю. И это связано в том числе с увеличивающимися тарифами транспортных компаний. А транспортники это объясняют тем, что нам подняли пошлины, мы вынуждены платить по системе Платон, мы вынуждены поднимать тарифы. Значит, это первое. Второе. Цель правительства была в том числе через систему Платон заставить автоперевозчиков платить за разрушение дорожного полотна по федеральным трассам. Так вот, хочу сказать, и мне кажется, это не секрет ни для кого, что появилось множество теневых транспортных компаний или компании, которые ушли в тень, и они стали ездить не по федеральным трассам, а по трассам регионального значения. Что это означает? Мы получили в том году совершенно убитый фурами и крупными перевозчиками советский тракт в Кировской области. Я чаще по Казанскому тракту езжу, по так называемому, но я тоже езжу. Вот это результат в том числе политики, когда дополнительные финансовые нагрузки заставляют уходить в тень и заставляют обходить всяческими путями дополнительные траты и расходы. Ну а вы верите в результативность таких акций протеста, которые устраивают дальнобойщики? Люди должны высказывать свою точку зрения, независимо от того... Они требуют полной отмены. Независимо от того, кто поддерживает их точку зрения или не поддерживает. Дальнобойщики столкнулись с этой проблемой. Эта пошлина ударила по кошелькам самих дальнобойщиков, их семей и транспортных компаний. Они высказывают свою точку зрения, а не против этого повышения. И они призывают власти одуматься, призывают власти найти другой источник пополнения казны для ремонта федеральных трасс. И такое ощущение, что эта система была введена не сколько для того, чтобы пополнить кубышку и латать дыры федеральных дорог, сколько для того, чтобы установить определенные технические средства на федеральных трассах за определенные десятки миллиардов рублей. Эти средства устанавливает одна компания. И уже потом власти задумались о том, а куда девать деньги на собранную систему Платон. И уже начинают придумывать мост в Волгограде, автодорога Москва-Петербург. А, эта новость буквально недавно появлялась, там, по-моему, 2,5 миллиарда рублей будет выделено. На Саратов, на Волгоград, куда угодно. То есть средства уже планируют по ходу движения, а не планировали заранее приведение этой системы. То есть нет концепции, да? Нет четкого понимания использования этой системы. То есть такое ощущение, что эта программа придумана исключительно для закупки определенных технических средств. Нам надо сделать небольшую паузу. Я напомню, что это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Мы продолжим через полминуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Особое мнение сегодня Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Надо сказать, что Алексей активно журналистам подкидывает информационные поводы, хорошие информационные поводы. Состоится на этой неделе очередное заседание Гордумы, послезавтра, 29 числа. И вот, в частности, Алексей Весебян написал в Фейсбуке о том, что он попросил, официально направил письмо главе города Валерию Владуйкину о том, чтобы на это заседание был приглашен новый руководитель дирекции дорожного хозяйства. Приглашен для чего? Сейчас вы, Алексей, сами расскажите. Я могу пересказать, но лучше это вы сделаете. Хорошо, я расскажу. Значит, Кировская... Уфас по Кировской области нашел в технической документации, в техническом задании тендеров на ремонт дорог города Кирова разработаны дирекции дорожного хозяйства города Кирова. Нарушения. И открыто сделают предписание дирекции дорожного хозяйства, такое предписание, чтобы эти нарушения были устранены, так как они нарушают определенное положение федерального закона о закупках. Значит, если говорить по-русски и обывательским языком, то техническое задание, как говорит Уфас, было заточено. Было заточено с точки зрения тех параметров, которые необходимы были при поставке битум, щебень, асфальтобетонная смесь и так далее. Значит, все бы ничего. Такие... Подождите, наверное, следующее, считаю, нужно пояснить заточены. То есть там так условия прописаны, настолько детально прописаны, что некоторые подрядчики, они заведомо не могут этим соответствовать. Заведомо не могут этим соответствовать, потому что, например, там связаны, насколько я помню, с влажностью щебня. Там чуть ли не в процентах, в доле процентах все было указано. Но влажность щебня определяется на месте уже, когда щебень привозится там непосредственно на участок подготовки. И можно прописать только люфты. Например, там влажность от 30% до 40%. То есть вот какой-то люфт определенный можно указать? Вилку. Да, вилку. А точные параметры нельзя. Все бы ничего. И такие казусы случаются постоянно, в том числе из-за технических ошибок, из-за определенных нюансов, из-за специфики работы, иногда из-за непонимания составителем аукционной документации определенных параметров и позиций. Ну, как мне кажется, на аукционы стоимость порядка миллиард рублей. А вот эти 15 аукционов, это тот самый миллиард? Это тот самый миллиард. Это самая большая аукцион. Миллиард с лишним. Значит, мне кажется, техническую ошибку в такой серьезной документации, которая рассчитана на целый ремонтный сезон, мне кажется, допустить крайне тяжело. И в связи с этим, и в том числе и после сообщений в некоторых СМИ города Кирова мы приняли решение пригласить руководителя дирекции дорожного хозяйства, чтобы он дал пояснение, вот на основании чего была составлена такая техническая документация. Это во-первых. А во-вторых, какие планы сейчас у дирекции дорожного хозяйства? Либо они будут оспаривать решение УФАС, что может затянуть всю ремонтную кампанию, потому что это же могут быть и судебные разбирательства. Значит, тендеры не будут разыграны вовремя, значит, ремонтные дороги не вовремя начнутся. И все кировчаны пострадают. То есть нас возмутил вот этот факт. И поэтому я и обратился. Либо дирекция дорожного хозяйства примет претензии УФАС и изменит техническую документацию, тем самым увеличив круг потенциальных участников госзакупок. А я говорю о том, что необходимо создавать четкую, прозрачную и эффективную систему в плане ремонта городских дорог. Должны быть, должны участвовать все заинтересованные дорожники, в том числе и из других регионов. А тем самым мы опять видим сужение круга потенциальных участников и опять будут победителями одни и те же компании. Алексей, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что УФАС заинтересовался, управление антимонопольной службы заинтересовалось этим после жалобы, да? Тех подрядчиков, которые не смогут, не смогли поучаствовать. Да, есть определенные подрядчики, которые выразили обеспокоенность, они написали официальную претензию в УФАС, и УФАС рассмотрела их жалобу и признала эту жалобу обоснованной. Вы использовали слово заточен, да? Это обывательская формулировка. Да, да. Закономерный вопрос, а под кого, на ваш взгляд? Затачивались. Вот хороший вопрос, именно в том числе и такие вопросы мы постараемся задать господину Менькину, когда он будет отчитываться перед депутатами. То есть была ли заточка, либо это действительно какая-то техническая ошибка, ляп, которая была допущена его специалистами при подготовке документации. Вот на эти вопросы, именно на эти вопросы мы и хотим получить ответ. Ну, документация-то готовилась еще до того, да, ведь, как пришел на 9 марта на должность Менькина? Ну, документация была выложена в тот день, когда уже был, ну, директор. А, когда он уже вступил в свою должность. Его подписи. Но пока уверенности нет все-таки, да, в том, будет ли он присутствовать на заседании Городумы, пригласить ли его глава города. Ну, вы знаете, дирекция дорожного хозяйства это подведомственная организация администрации города Кирова. А администрация города Кирова контролирует депутаты городской думы. Ну, депутаты у нас, считай, работодателями являются. И не ответить на вопросы депутатов Кировской городской думы, я думаю, как минимум, это опрометчивый шаг. А приглашение вот такого лица на заседание, это строго прерогатива главы, да? Председателя Кировской городской думы. Глава города, председатель Кировской городской думы отвечает за формирование повестки дня и за приглашение выступающих по повестке дня. Именно, естественно, именно поэтому к главе города я и обратился. Это непосредственно будет уже известно в день заседания, да, проведения утром. Да, в среду. Будет ли этот пункт все-таки в повестке включен? Я думаю, ничего в этом страшного нет. Никакой крамолы в этом каких-то политических, может быть, столкновений и интриг здесь смотреть не стоит. Здесь сугубо вопрос, связанный с бюджетом. Выделяются бюджетные деньги, несмотря на то, что большинство этих денег федеральное, но все-таки городские депутаты должны знать, какие будут улицы отремонтированы, когда они будут сделаны, с каким качеством и под каким контролем. Поэтому мы озабочены этим вопросом и будем задавать вопросы. Я хочу, чтобы вы еще озвучили вообще свою позицию в принципе по дирекции дорожного хозяйства. У вас позиция скептическая. Вы уже высказывались, да, в беседе с журналистами на эту тему. Вы сомневаетесь вообще в целесообразности существования, да? Такой структуры, как ДДХ? Ну, вы знаете, у меня позиция в этом вопросе следующая. Нужно смотреть на результат. Результат каждый год, уже не один, скоро десяток лет, каждый год один и тот же. Мы видим неудовлетворительную уборку городских улиц в зимний период. Мы видим отвратительный капитальный и текущий ремонт дорог и магистрали города Кирова и в летний период, и в зимний период. Мы видим постоянное оправдание что заказчика, что генподрядчиков и субподрядчиков о том, что не хватает средств, что мы не справляемся, что нам не хватает техники и так далее, и так далее. Я сделал определенное предложение. Если мы постоянно видим один и тот же неудовлетворительный результат, а я считаю, что любой кировчанин поставит неуд нашим дорожникам, потому что мы уже невыносимо терпеть эти ямы, выбоины, эти гарантийные ремонты, эти заплатки, которые выпадают через три дня. во-первых, ситуация не меняется, во-вторых, я сделал определенное предложение. Необходимо сэкономить на дирекции дорожного хозяйства. Она ежегодно потребляет порядка 27 миллионов рублей на содержание штата своих сотрудников. Это зарплаты, это техническое обеспечение. техническое обеспечение, канцтовары, транспорт и так далее. и так далее. Помимо этого, есть солидное у них офисное помещение на красной линии улицы Ленина, которое можно сдавать в аренду, и муниципалитет может получать определенную выгоду. То есть, я сделал предложение, которое направлено на то, чтобы сэкономить и эффективнее использовать бюджетные городские деньги и направить их на ремонт дорог. А перераспределить обязанности можно среди сотрудников администрации города Кирова. Потому что в менее обеспеченных городах в той же Кировской области нет дирекции дорожного хозяйства города Слободского и города Кирова-Чапецка. Вообще название организации какой-то нелепой дирекции дорожного хозяйства. Вот о чем это, по большому счету? Что такое дорожное хозяйство в нашем городе? Назвали бы дирекцией по наведению порядка на кировских улицах и тротуарах. Так бы, наверное, звучало хорошо. Вы же читали комментарии или слышали, может быть, начальника управления благоустройства и транспорта Вячеслава Симакова. Он довольно жестко ответил на ваше заявление. Он сказал, что вы оговорились сами, что вы вроде как не специалист. И он это подчеркнул, что Кузьмин не специалист и вообще нечем ему бы размышлять в этом направлении. У нас членники все меньше и меньше хотят работать. Все больше и больше перекладывают ответственность или выдумывают какие-то причины, в том числе бесконечная причина, что у нас, как любил у нас повторять бывший замглава администрации, денежек у нас не хватает. Денежек. Так вот... Это кто? Якимов был такой. Якимов. Замглава администрации. В недалеком прошлом, да. Значит, постоянно перекладывают ответственность друг на друга, на бюджет, на депутатов, что мало выделяют средств. Мне кажется, проблема уже в администрации города Кирова и в чиновниках, которые занимаются своими непосредственными обязанностями и функционалами. Так вот, проблему нужно решать, а не прикладывать ответственность. И говорить о том, что кто-то там профессионал, а мы тут все... Кто-то не профессионал, а мы тут все-таки специалисты и профессионалы. Мне кажется, это некорректно с его стороны. Поэтому не будем переходить на личности. Важна конструктивная работа. Мы оба, и господин Симаков, и я, и даже господин Менькин, дирекция дорожного хозяйства, мы заботимся о бюджете, о том, чтобы эти деньги правильно и эффективно использовались. И поэтому нужно... Максимально эффективно. Максимально эффективно. Нужно находить общий язык, нужно уметь выслушивать позиции, тем более, городских депутатов и принимать определенные решения, а не прикладывать ответственность исключительно на недофинансирование либо на другие ведомства. У нас реклама, традиционная для середины часа. Особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы, продолжится через пару минут. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы Особое мнение Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Особое мнение на 101FM Особое мнение депутата Кировской городской думы Алексея Кузьмина в эфире. Еще раз добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Идем дальше по нашим темам. На сайте кирова.ру есть аудио-видео трансляция нашего эфира. Вы можете задать вопрос гостю особого. Я хочу, Алексей, поинтересоваться вашим мнением по поводу перспектив расследования трагедии, произошедшей 5 марта в начале первого весеннего месяца на Преображенской, 9. Там такая нехорошая ситуация. Складываются две управляющие компании, как известно, уже разместили и предоставили СМИ информацию о том, что они не имеют отношения к тому участку крыши, с которого рухнула эта глыба и убила женщину. И вот, в общем, все как-то это некрасиво. Да? Некрасиво и неправильно. Некрасиво, с вашей стороны? Некрасиво и неправильно. Самое страшное, что случилась вот эта чудовищная трагедия. От нее не застрахован никто. И каждый день, гуляя по тротуару нашего города, зима продолжается, кстати. Зима продолжается, гуляя по тротуару нашего города, никто не застрахован от падения сосульки и глыбы льда. И все отчеты администрации о том, что 100% крыш убрано, вызывают лишь улыбку, потому что достаточно забраться на верхние этажи какого-нибудь высокого здания и посмотреть на крыши, на городские крыши, можно увидеть, что большинство-то из них заснежены. И снег недавно выпал, и опять сформировались новые сосульки и глыбы. И опять это все в авральном режиме начинает чиститься и в ручном режиме все это убираться. Ну, мне кажется, это неправильно. Это ведь ситуация сложилась не первый год и не первую зиму. Уже несколько лет, десятилетия уже подряд складывается точно такая же ситуация, как с городскими тротуарами. Вот они как не убирались, так они и не убираются. Крыши как плохо чистились, так и плохо чистятся. Как приходилось администрации города в авральном режиме напрягать всех и работать, так и приходится работать. Складывается впечатление, что нет системной работы с управляющими компаниями, нет системной работы с подрядными организациями, которые занимаются муниципальными крышами. То есть администрация не проводит эту, не формирует эту системную работу. Администрация города Кирова сейчас имеет определенный рычаг на управляющей компании. Этот рычаг называется лицензия. И если управляющая компания систематически нарушает определенные условия, то лицензия-то может забираться. Так вот этим рычагом надо почаще пользоваться. И постоянно кошмарить управляющих компаний, мы видим, что не вразумеют они, не понимают. То есть кошмарить надо либо рублями, штрафами, причем штрафами не по 2 тысячи и по 5 тысяч, что для управляющей компании в принципе является несущественным, а более серьезными штрафами. Соответственно, это уже на законодательном уровне необходимо увеличивать ответственность за подобные нарушения. Во-вторых, необходимо наладить системную работу с управляющими компаниями, чтобы это все было не в ручном режиме, а системно. И мне кажется, все-таки администрация города должна стать ключевым звеном в решении этой проблемы. А трагедия действительно страшная и допустить подобную ситуацию хочется, чтобы подобная ситуация не повторилась, потому что каждый год в том году, помните, тоже были и смертельные случаи. В 15-м году. И смертельные случаи были, и травмировались люди, и в травмбольнице есть определенная статистика, что десятки человек попадают, в том числе от падения сосулек и снежных масс с крыш. Ну вот, ситуация повторяется, ситуация не меняется, надо принимать определенные решения. Ну, известно, что сейчас эта информация доступна, что каждое утро в администрации в городской проходят экстренные совещания, планерка, что будем делать, как будем еще просить, какими способами управляющая компания выполняет свои обязанности. По частным беседам, из частных бесед с сотрудниками администрации, я такой делаю вывод, что эти совещания довольно жестко проходят, ругают там управляющие компании, в том числе, глава городской администрации. могут стать эффективным рычагом, но все-таки это ручной режим. Необходимо наладить систему. Впервые ведь такое произошло, когда глава администрации городской в прокуратуру провел материалы на управляющие компании. Вот это возымеет эффект, на ваш взгляд? Я думаю, это должно как минимум испугать собственников управляющих компаний, ведь структуры-то довольно небедные, и жаловаться управляющим компаниям, мне кажется, не стоит. У нас платежи по квитанциям платятся регулярно, и порядка 90% всех квитанций об оплате коммунальных услуг платятся вовремя. Соответственно, управляющие компании получают денежные средства вовремя и в полном объеме. И говорить о том, что, опять же, нам не хватает этих средств на уборку крыш, которые обязаны выполнять управляющие компании, мне кажется, это лукавство. Мне кажется, здесь уже необходимо и правоохранительным органам обратить внимание на все эти управляющие компании. Там вертятся колоссальные миллионы, если в совокупности за целый год посмотреть, то и миллиарды рублей. И мне кажется, что часть этих средств уводится не туда, куда надо и применяются не по назначению. Мы помним случай прошлогодний, по-моему, или в 2015 году, когда некая управляющая компания заключила с московской рекламной компанией контракт на 120 миллионов рублей на выполнение рекламных услуг. Скажите мне, управляющая компания города Кирова, какие может оказывать рекламные услуги на 120 миллионов рублей. Если пофантазировать, то можно придумать. Еще отдавая эти средства некой московской рекламной компании. Логично предположить, что это был так называемый вывод активов, вывод денег, обналичивания. А правительство Кировской области на ваш взгляд должно как-то участвовать в наложивании этой системы? ЖКХ все-таки город Киров самый крупный город региона. Систему взаимоотношений местной власти и управляющей компании должны наладить во всей Кировской области. У нас же управляющая компания не только в городе Кирове есть, и во всех крупных населенных пунктах. Поэтому такая система должна быть, мне кажется, универсальной и стабильной. Поэтому будет правильным, если областное правительство подключится к городским проблемам и на примере города Кирова сформирует некую базу, некую основу для взаимоотношений муниципалитета и управляющих компаний. Тем самым мы создаем единую стабильную систему и она будет работать. И, может быть, таких случаев беспрецедентных уже не повторится. Надеюсь искренне на это. У меня все не выходит из головы. Та новость, которую прочитал на прошлой неделе, когда я опять к ДДХ возвращаюсь к новому ее руководителю Менькину, когда он на вопрос сказал, чем вы занимаетесь, мы снег ворошим по обочинам дорог. Ворошим! Удивляет, да, ведь? Умиляет. Чем занимаются? Во-первых, это. Во-вторых, постоянная отчетность о том, что к такому-то числу мы уберем тротуары, до основания к такому-то числу. А там новые сроки опять поставлены. К такому-то числу мы будем убирать городские магистрали полностью от каждой снежинки. Вы знаете, весна работает. Работают не подрядчики, не дирекция дорожного хозяйства. Весна работает. и перекладывать лавры победителя на свою голову пока преждевременно, пока кировчане видят, что происходит на улице. И даже весна не помогает нашим подрядчикам, субподрядчикам и заказчикам справиться с непосредственными своими обязанностями и в полной мере реализовать контракт. Был заключен контракт. Несколько миллионов рублей было освоено генеральным подрядчиком и распределено в том числе и между своими субподрядчиками. Так вот этот контракт не выполним. Мы его видим. Сейчас выпал снег в марте месяце. Подрядчики говорят о том, что деньги по тому контракту за 2016 год уже освоены. Денег больше нет. Так что нам сейчас новый контракт зимний разыгрывать в марте месяце? Либо абсолютно надо как-то рушить эту систему и выстраивать более понятную. Эту систему и выстраивать более понятную, простую, прозрачную. И прозрачную. Самое главное. Я хотел на самом деле сегодня еще с Алексеем про политику поговорить, но у нас буквально пару минут остается. Давайте поэтому останемся в городской жизни, в городской среде. Вот тоже буквально накануне стало известно, что на театральной площади появится новая сцена на том же самом месте, где была прежняя. Ну такой смех в городе какой-то пошел. Так пусть устанавливает сцену тот человек или те люди, которые собственно инсценировали ее оттуда исчезновение. И собственно она и исчезла. Вот по опубликованной информации первоначальная сумма контракта была 3,5 миллиона рублей. Ну вот выиграла компания, которая предложила миллион 700 с небольшим. Тут уже написано, что за сцена будет. Анекдотичная ситуация, нет? Конечно, анекдотично. Абсолютно логично, что если ты принимаешь решение и, скажем так, помогаешь администрации города снести сценический комплекс на театральной площади, и если у тебя что-то не получилось и проект не пошел, то логично предположить, что раз не получилось, то какие определенные риски предприниматель должен нести. Но там, правда, чиновники ведь уже сказали, что... Но чиновники уже оправдываются тем, что сцена уже была признана аварийной, что все равно надо было ремонтировать и менять. Как-то так совпало. Я считаю, что это некрасиво по отношению к жителям, некрасиво по отношению к бюджету, но ситуация уже свершилась. Мы прекрасно понимаем, что все тендеры, которые приведены, их уже назад не вернешь. Я искренне надеюсь, что тот подрядчик, который с такой, можно сказать, демпинговой ценой выиграл этот аукцион, за миллион семьсот сделает качественную, красивую и полноценную сцену для нашего города. И таким образом у города действительно появится хорошая сцена. Она вообще, в принципе, нужна там, Алексей? Да, конечно, нужна. Конечно, у города проходят массовые мероприятия и культурные мероприятия. И будет здорово и классно, если на главной площади появится хорошего качества сцены. Вопрос, какой ценой, ну, это уже, мне кажется, ушедший паровоз. Ну, сроки озвучены там в течение, по-моему, месяца. К 9 мая. К 9 мая, да, должен появиться этот комплекс сценический на том же самом месте между корпусом университета и украшением нашего города. Завершаем на этом наш разговор. Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы. Всего доброго. Спасибо. До свидания.